Баварцы будут потрясены великолепием этой свадебной коляски. Пусть все увидят, что монарх – это главный нерв государства. Как когда-то во Франции Людовик XIV, король солнца. Ваше Личество, ваша любовь к Франции объяснима, но найдет ли она понимание у простых граждан? Предрассудки против Франции проросли в народе еще со времен Наполеона. Люди опасаются, что Франция, несмотря ни на что, до сих пор вынашивает агрессивные планы против Германии. Знаю, эти слухи распространяет Бисмарк. Он превратил войну в движущую силу своей политики. Еще и гордится этим. Но я расстрою его планы. Скажите, что сброя должна доходить до верхней губы. Великолепный жеребец. Красивая масть. Мы заключим с Францией договор о ненападении. И он будет лучшим свадебным подарком для моей дорогой Софии. И вот облака мне навстречу плывут, облака спускаются к страстной зовущей любви. Чудесно. Чудесно. Когда-то я тоже мог читать на память Гёте. Теперь, к несчастью, я все забыл. Не верю, мой дорогой Наполеон. Ваш немецкий превосходен. Я люблю ваш честный язык. Давайте поговорим немного по-немецки. Пожалуйста, с удовольствием. Я очень рад, что прекрасной Баварией правит король, так искренне любящий Францию. Я подумаю о вашем предложении. Это замечательный договор. Версаль, 1867 год. Если мечта Бисмарка о Великой Германской империи сбудется, нам всем это будет очень дорого стоить. Этот человек пожирает государство, и ему все мало. Возможно, но если вы примете предложение быть гостем на моей свадьбе, мы убедим всех в наших мирных намерениях и навсегда покончим с безосновательными страхами моего горячо любимого народа. Маленькая страна, великий король. Маленькая страна, великий король. Буду чрезвычайно рагманами познакомиться с вашей невестой. Она очаровательна. Душа у Софи полна... полна... жалости. И если есть на свете женщина, способная сделать меня счастливым, то это она. И больше никто. К тому же она любит вашу Францию, не меньше моего. Она по-прежнему очарована зеркальной галереей? И я тоже. Покажите же мне ее скорее. Я сгораю от нетерпения. Я сгораю от нетерпения. Так и только так. Бисмарк вооружается против Франции и просит моей поддержки. Версаль три года спустя. У него одна цель – силой вынудить Баварию и остальные независимые земли объединиться в единое германское государство. Жалкая отговорка. Мои граждане напуганы. Они чувствуют угрозу со стороны Франции. Что, естественно, способствует увеличению друзей Пруссии и сторонников национальной идеи. Брат, умоляю тебя, не поддавайся на интриги Бисмарка. Мы же договорились, что Франция никогда не будет покушаться на немецкие земли. Мне очень жаль, Луи. Но Бисмарк отвергает любые компромиссы. Если он и дальше будет провоцировать меня, мне придется объявить войну Пруссии. Тебя отошнит? Неужели моя безграничная любовь к твоей стране так мало значит? Если Пруссия победит, будет создана Германская империя, и мое королевство потеряет независимость. Мой дорогой Луи, Франции тоже грозит опасность. Если бы состоялась твоя свадьба, мы подписали бы в Мюнхене договор о мире и положили бы конец нынешней ненависти. Но времена изменились. Твоя мечта о всемирном братстве пока неосуществима. Франция объявила войну. Уйди. Оставь меня одного. Иди! Почему? Почему? Но Ваше Величество слышит, какое воодушевление вызывает у народа первое поражение французской армии. Мой народ не ведает, что творит. Замолчите! Моя бедная и несчастная Франция. Бисмарк почти добился своей цели. Объединение германских государств теперь не избежать. Ваше Величество ждут в Версале, чтобы обсудить создание единого германского государства. Будет весьма интересно узнать, какое место уготово на Баварии. После того, что гнусные прусаки сделали с Францией, я ни за что не поеду в Версаль. Даже если мне посулят корону немецкого императора. Я не могу. Я болен. Очень болен. Вы поедете к Бисмарку на переговоры, а я буду каждый день ждать от вас отчета по телеграфу. Слушаюсь. Ваше Величество.